А как речь обстоит вопрос дальше? Его название Запорийский почекатель. Запорийский региональный клиничный, ликувальный центр и так далее. Значит, фактически будем говорить о том, что он должен 100% находиться на финансировании области. Область дает какие-то гарантии того, что сейчас они как-то доживут до конца года? Они же будут заключать, и в следующем году они будут заключать также договор с Национальной службой здоровья Украины. И будет продолжаться это же финансирование через Национальную службу здоровья Украины. И в 22 году это предусмотрено. Есть постанова Кадмина 14.14. Согласно этой постанове все наши подразделения, пусть это в Кудозной всей области, должны стать единым центром, вот как вы прочитали, физиопульмологический центр. И все наши подразделения, потому что Мелитопольский, Бердянский, что у нас в Мелитополе, в Запорожье здесь еще, они все объединились под одним юрлицом и подчиняются области. Но именно вот это учреждение, как юрлицо, заключает договор с Национальной службой здоровья Украины, и через них финансируется в соответствии с количеством оказываемых услуг, в том числе и в городе Мелитополе. Ну и они будут полностью финансировать его содержание, питание, больных, все, по-моему, все. Я читаю, Ирина, я читаю, где-то, не знаю, где читаю, что чуть ли не помощь, там, принесите продукты в этот центр, там, например, что-то происходит, что-то происходит. Мы писали, давайте собирать продукты, их кормить всего больше. У нас не изменилось финансирование этого центра. То есть этот миллион зачем? На лечение, на продукты, на все? Лариса Александровна, можно я закончу, если непонятно. Так что я разбиралась с тем вопросом. Смотрите, первое. Миллион будет предусмотрен программой. Финансирование будет выделено тогда, когда в этом будет необходимость. На сегодняшний день этот медицинский объект финансируется в полном объеме деньгами запорожского, выделенными деньгами НСЗУ через Запорожье. Сегодня это так. И на сегодняшний день необходимости какой-то суммы из местного бюджета пока нет. Точка. Программа принимается на всякий случай. Если вдруг будут какие-то недофинансирования, мы сможем их поддержать. Мы предложили следующую схему, куда этот миллион направить. Есть предложение Запорожского, этого центра областного, где у них было жесткое сокращение медицинских сотрудников. Мы же предложили сокращение других, инших направлений. Например, у них там было 6 поваров, лабораторные исследования и так далее. Мы же понимаем, что мы можем, сохранив врачей, предоставить услуги на местном уровне в части питания, лабораторных исследований. У нас уже созданы эти структуры, и нам не нужно дополнительно на них трахить деньги. Поэтому мы предложили сохранить медицинский персонал, а сокращать вот этот инший состав сотрудников. Под это мы готовы были выделить миллионы. Для этого мы обеспечивали на местном уровне питание медицинское, вернее, лабораторное исследование питания и... Курно-суточный пост. Курно-суточный пост, который мы считаем, что он необходим для того, чтобы сохранить привыки, которые есть. Это что касается миллионов. Почему мы именно говорим о миллионах? Второе это мы смотрим вперед. Лариса Александровна была в Днепропетровске, вот, в национальной СЗУ. У нас есть такое желание. При ТМО получит лицензию и получит лицензию на вот это, оказание этих услуг. Но было одно... Заключить торговок с Национальной Службой Здоровья для того, чтобы... Чтобы делать его структурным подразделением больницы, наши... Чтобы мы сами получили, получали это финансирование и сами распоряжались. Но на сегодняшний день пока Национальная Служба Здоровья Украины сказала не торопиться, потому что этот вопрос будут еще пересматривать на уровне государства. И поэтому пока до конца года вот оставляем все... Пока программу оставляем и оставляем наше желание все-таки получить такую лицензию на базе ТМО, чтобы эти койки сохранить и чтобы это в Мелитополе, эти койкичный фонд был сохранен и работал. Вот это у нас есть наработки. И на следующий год, ну пока Национальная СЗУ нам говорит подождать. Есть установки, которые говорят, что это должен быть единый центр на всю Запорожскую область. Пока так. Возможно будут пересмотрены. Ну надо вести, надо вести разъяснительную работу в городе. Ну например, люди, которые читают это все. Ну элементарно. Смотрите, тут мы пишем, выделяем деньги. И пишем, это ведь за дань программы, забеспечения послугами скорчевания в городе, забеспечения медичными послугами, оплата працы и так далее. А с другой стороны, читаем в прессе нашей местной, не знаю где, что спасибо добрым людям, приносят макароны, сдают. И главный врач есть. Когда это было? Это когда? Ну я читал буквально... Это выставили. Это было до того, как лишаясь. Ну а вмешались когда? Ну сколько это? Месяца два. Месяца полтора. Приезжал сюда департамент, мы собирались там с коллективом, эту тему обсуждали, обсчитывали, очень долго над этим работали. Месяца соревнования. Поэтому это, да, может, полтора часа назад... То есть проблема питания этих людей снята? Конечно. За сегодняшний день вообще все проблемы... Это случай, если... Это случай, да. В случае, если опять Запорожье будет идти путем сокращения штатной численности по этому подразделению, тогда у нас есть программа, по которой мы готовы финансировать все письма. Да, все письма в Запорожье написаны, все наши пожелания приняты во внимание. Поэтому в случае, если начнется какое-то движение, у нас есть программа по финансированию и сохранению этого объекта в городе Медон.